Сейчас будет не менее золотое произведение. Наблюдаю, и череда пустых их слов в весенней дымке быстро тает. Чего хочу? Понять себя, найти и больше не теряться. И свою юность пронести лет тогда ста, сто восемнадцать. Спасибо, спасибо. Теперь идем по жескачу. Конечно, это будет не такой жескач, который вы услышали от предыдущих ораторов. У меня все изи, все очень изи. Но стих называется «Офис». Перед этим хочу спросить, ребят, кто работает в офисе? Поднимите, пожалуйста, руки. С девяти до шести, пятидневочка вот эта, работала, работала. Бедолаги, да, бедолаги. Держитесь, держитесь, я вас понимаю, потому что я знаю, о чем говорю. Я сама долгое время проработала в офисе. Отсюда, собственно, и произведение родилось, да? Офис. Лицо даже грустное стало, как вспомню, так вздрогну. Твой офис и ты с девяти до шести работают словно часы. В этом кругу, как его не зови, навеки потеряны сны. Твой дерганный глаз, как его не лечи, не скроет неврозы души. И жизнь ускользнет, как ее не лови, в конторы и проемах двери. А вечером суп и быстрее в постель. И так каждый день, каждый день. И лет через пять ты не сможешь понять, зачем вообще что-то менять. Ты мог бы жить ярче, творить для людей, исследовать зову души. А ты говоришь, нарожаю детей, пусть мечты исполняют они. А тебе еще нет тридцати. Грустненько, согласна. Усугубляемся. Сейчас будет еще грустнее, потому что следующий текст будет про жизнь и смерть. Чтобы окунулись в атмосферу, значит, моя подруга, вот, собственно, Алена, пару лет назад пригласила меня в солнечный, московский, где-то, когда-то синее небо, ни одного облачка солнца. Ну, стандартная погода для Москвы, да? И она говорит, пойдем гулять по Новодевичью кладбищу. Посмотрим на могилу знаменитости. Я там ни разу не была, ну, думаю, ну, что, подруги, не буду отказывать, пошли. И, собственно, гуляя меж могил известных, родилось следующее произведение. Жизнь и смерть. И мы когда-нибудь умрем, окутавшись землей холодной, И навсегда вдаль уплывем от суеты мирской, народной. Когда-нибудь пройдет все то, о чем сегодня сожалеем. Ну, а пока еще живем и временем своим владеем. Столь грустный стих пишу одна, гуляя меж могил известных. И катится из глаз слеза на щеку очень непоспешно. Хочу сказать, друзья, одно. Пока мы живы в этом мире, творите то же, чем пришли, и не тяните до могилы. Благодарю. Не зря я делал такое кладбищко, делать реверансом, видимо. Итак, теперь, как вы поняли, я люблю философские стихи, лирические. Но мы давайте градус снизим. И также, потому что я также пишу и саркастические стихи, да, такие стебные, назовем так. Следующий стих у меня такой будет. То, чтобы оценили весь спектр моего творчества, да. Сарказм. Стих сарказм называется «Мужчина, подвиньтесь». Ну, про мужчин, что следует из названия. Ситуацию объяснять не буду, сами поймете. Мужчина, подвиньтесь. Даже позу ведь сменила. Мужчина, подвиньтесь. Я все понимаю. Вам время жениться, женой выбирая вам время сношаться. Ваш час уже пробил. Но можно меня оставить в покое? Я, может, готова и, может быть, за. Но только смущают вот ваши глаза. И дело не в форме, они просто лживы. Жена вам нужна не для жизни в Париже. На тяжкую долю пришли подписать. Кредит, ипотека. Детей сколько? Пять? А что вы дадите за это девчине? Что может вот дать вот такой вот мужчина? Себя? Вы серьезно? Вы что, весь хрустальный, обитый парчоем? А может, специально вы цену себе завышаете вдвое, чтобы девушки шли за вами все с троем, и каждая блеяла? Только возьми. Ох, нет, извините, я позади. Всего этого табора и мини-баб. Простите еще раз, и я в другой брак. Так, я подготовила очень короткое выступление, поэтому мы уже на финишной прямой, к сожалению. Ну, как бы у меня много стихов, там более 50, но мне сказали, тайминга ограничена, я такая думаю, ну, все будет чики-пуки. Итак, следующий стих, как я сказала, должен быть и лирический, философский были, все одно и были лирический. Лирический стих про счастье. Все мы всю жизнь ищем. Вот этот самый главный ответ на вопрос, что же такое счастье. Мне кажется, я немножечко, но приблизилась к пониманию этого. Поехали. Я практически счастлива, а может быть полностью, может, счастье выглядит именно так, когда солнечным днем ты босай по комнате, то танцуешь, то песни поешь не в попад, На стене те картины, что сама рисовала, Фоторамки твой самый красивый портрет. Я художником вряд ли когда-нибудь стану, Но остави должна же в искусстве след. Переполнена розами старая ваза, В ней нечасто, что жалко, бывают цветы. Я вдохну аромат их, и будто бы разом Унесусь с головой в озорные мечты. Я считаю, что счастье, оно всегда рядом, Не возьмешь ты его у соседа взаймы, Ведь счастливыми делают нас не награды. Ведь счастливыми сами становимся мы.